Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 60. Мы начитываем Новый Завет. Втолкование Блаженного Феофилакта с комментариями. Послание Галатам 2 глава 5 стих. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас. Втолкование Блаженного Феофилакта. Не сказал, не уступили слову, но не покорились. Потому что не для нас на учение чему-нибудь они делали это, а для подчинения и порабощения. Посему мы повинуемся апостолам, а им нет. Чтобы, говорит, прибыло твердым и истинным то, что мы вам запроповедали. Что же именно? Что древнее миновало, закон упразднен и обрезанный Христос не принимает. Обрезание не приносит никакой пользы. Итак, противовес им мы показали, что и вам истина. Возвещали мы об отмене закона. Посему не отступайте от этой истины. Вот поясняю немного. Вот просят сегодня. Я вот сколько уже лет верующий не могу научиться молиться. Но как научишься? Вот есть учиться заочно. Аграрный институт можно поступить, получать материалы, дома сажать смородину и не учиться здесь. На священника заочно учатся, а на врача заочно не учатся. В медицинском нет заочного отделения. Почему? Ты должен там быть. Там должны быть трупы. Ты должен резать, смотреть. Ты не можешь этого делать. И при том учатся там есть 5 лет, 4, а здесь 6 лет, да еще там добавляют где-то. Насколько сложный человеческий организм. Так вот, Писание запомнить, где что написано, очень сложно. Легко запомнить тогда, когда это твое, когда ты этим живешь, дышишь. И вот Павел пишет 2,5 Галатам. Ни на час не уступили и не покорились. Знаете, какое обвинение? Непокоривый. Если в твой адрес такое есть где-то, когда ты защищаешь Слово Божие, вот тогда ты можешь сказать действительно так. А для чего? Чтобы истинное благовествование сохранилось у вас. Чтобы истинное Евангелие было. Ну, вам трудно согласиться. Ну, все так говорят, вот так поступает патриарх. Ну, так скажите, как вы. Человек, знающий истину, не может этого сделать. Он не может покориться. Ты завтра будешь следить и не знать, куда себя деть. Не покорился. Павел непокоривый был. Почему? Есть истина. И отступать от него это предательство. Вот здесь надо стоять стойкой. Я говорю, этот стих знаешь? Нет. А я им живу каждый день. Мне нельзя его не запомнить. Я не могу уступить. Мне неоднократно говорили. Ну, вот это не говорили бы. Это можно было. Не говорю. Про себя имею где-то возможность сказать, я скажу. Вот у нас бывает, батюшка служит на два прихода. И неделю там воскресенье, а следующее воскресенье у нас. И когда они приезжают, спрашивают, а как вы служите? Архиерей говорит, когда ехали они. Он говорит, у них там все в порядке. Виктор Николаевич составил так называемое апостольское служение. И по нему идут. На одной странице написано, что именно петь. Я давал рассмотрение нашему епископу и в тихие курочкам. Он посмотрел, а что тут все как надо. Сорок раз, Господи помилуй, мы исключили. С чем я не могу согласиться? Ну, это неверие в Бога. Сорок раз, Господи помилуй. У нас есть, когда батюшки нет, нечто такое, что при нем мы не можем сделать. И получается какое-то равновесие. Конечно, теряем, когда батюшки нету. Но в то же время у нас есть то, что при батюшке не сделаешь. Вот считаем, очень наш. И в конце. Ибо твое есть царство, и сила, и слава, и во веки, аминь. Батюшка никогда не будет читать. А у него отца и сына и святого духа. В молитву Господню добавляет слова. Бога не боитесь, я говорю. Ну, так положено по уставу. Ложный устав. Наружь его. Упрись. Написано, не прибавляй к словам Господним, что Бог не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. К молитве Отче наш. Ты со своей молитвы составь. Про баранов, про рыбу, про грибы. Ну, и добавляй, что хочешь. Здесь ты не имеешь права добавлять. Я уже сколько раз говорю, он не может сделать. А правильно делает. Ну, правильно. Неправильно, но по-другому нельзя. Его заедят сразу. А почему появилось? Арии напугал. Арии давно нету. Четвертый век. И не могут опомнить. Они отче наш даже туда натолкали отца и сына и святого духа. Несторий появился, не так говорит о Богородице. Вот счастнейший хюревим. Куда надо, не надо. И в молитву Симеон говорит, ныне отпущаешь. И на каждое слово, ну, зачем это нужно? А что, Несторий напугал? Православные очень боязливые. Как бы ни было раскола. Раскол сотворили, безумный, никоновский. А теперь боятся одно слово поставить, где нужно. Я не говорю в Евангелии, в Библии, а в служении. Поехали. Галатам 2.6 И в знаменитых, чем-либо, какими бы ни были, они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Этот стих говорит. Ну, вы же говорили, когда с епископами и как. Да никак, я их не видел. Епископы никакой роли не играют. Слово Божие, нарушитель, значит, и нарушитель. С него только спрос будет строже. Блаженов, я в телах толкую и далее. Так как, естественно, было кому-нибудь возразить, ему и сказать, каким же образом апостолы повелевали обрезывать. Он устраняет это возражение, хотя и не указывает истинную причину, что они действовали так по особому распоряжению и снисхождению. Опасаясь, как бы верующие из иудеев, услышав то, что апостолы не в видах истины, а в видах благоустройства допускают обрезание. Не отступили и от них, как от разрушителей закона. Ибо досели они потому и держались их, что они охраняли закон. Посему эту причину Павел скрывает, но сильно налегает на апостолов, говоря, «Для меня нет ничего особенного, то есть мне нет никакой нужды до знаменитых, до великих, очевидно, апостолов, проповедуют ли они обрезание или нет, так как они сами дадут ответ Богу. И хотя они великие и первенствующие, Бог не будет смотреть на лица их, ибо нелицеприятен. И заметь, не сказал, какие они есть, но какими они были когда-либо, показывая, что последствия и они перестали так проповедовать, когда проповедь повсюду воссияла. Говорит же это Павел не в укоризну святым, а желая принести пользу слушателям. Каковы бы, говорит, они ни были, это дело Божие. Но то я знаю, что мне они ни в чем не противодействовали, и ничего не прибавили к моей проповеди, и не исправили». Вот написано, «Прах ты в парк возвратишься». А вот сказал Иоанн Дамаскин, ну и что сказал, за это ответит. Вот режет человека, допустим, на тысячу частей, и в каждой частичке пребывает благодать Божия, и без этого никак нельзя ни молиться, ничего. Где вы это нашли, нанотехнологию? Где? Какой святой говорил, чтобы ему руки-ноги отпиливали, рвали его тело? Как будто бы к диким зверям попался человек, его разрывает на счастье, мертвого. Мертвый принадлежит Богу, прах и в прах возвратился. На меня нападает. Зачем нападать? Я говорю о том, что написано. Сказал Иоанн Дамаскин, или Петр Студит, да мне какое дело до них? Я отвечать буду по Библии, как Бог говорит, на суде Божьем. Галатам, 2 глава, 7-9 стихи. Он говорит следующее. Но, напротив, они подали мне руку общения, затем еще в средине, видя, что мне вверено благовестие для необрезанных. И далее по порядку. И мало того, что они меня не поправили, они даже похвалили и согласились, чтобы я и Варнава шли с благовестием к необрезанным, то есть к язычникам, а они к обрезанным, то есть к иудеям. Здесь же он показывает себя равным Петру. Ибо вручивший тому дело благовестие евреям дал и мне тоже к язычникам. И заметь, каким образом он показал, что его проповедь не только понравилась апостолам, но и угодно была Богу. Ведь об апостолах говорит, что они узнали о благовестии, о благодати. Не сказал, услышали, но из самых дел узнали. Ибо как бы Бог дал мне этот дар, если бы ему неприятно была такая проповедь. И опять он с похвалой упоминает о троих. Ибо почитаемые столпами, то есть великие, которых все и повсюду произносят и славят, они свидетельствуют о мне, что моя проповедь Христу угодна. Посему и подали руку общения, то есть согласились, признали нас соучастниками и показали, что они довольны моей проповедью. Как нисколько не отличающиеся от их слова. Тут как-то собрание было у нас. Приехал Архимандрит, другие, и меня разбирали. Разбирали. Вот Игнатий говорит так. И наконец пришел к общее обрешение. Значит, ему это дано, как павел. Откуда бы взялся мне, это не было дано. Где-то нарушается некий цареградский символ, нет. Ну а говорит вот так вот, без великой там почести и прочее. Значит, ему это дано. А может ли подражать ему другие, говорят. Ну, если Бог дал. Ну, вот и на этом остановились. Галатам 2.10 Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности. Толкование. Разделив между собой, говорит он, дело проповеди. Мы бедных помнили безраздельно. Ибо и в Иерусалиме многие из уверовавших были лишены своего имущества неверующими иудеями. И были в затруднении относительно необходимого пропитания. Эллины же не так сильно враждовали против верующих из них, как иудеи с крестьянами из евреев. По всему Павел проявляет особенную ревность попечения них, как и сам свидетельствует, что старался я исполнять в точности. Ибо собирая подаяния повсюду от своих учеников, он сам доставлял им его. Галатам 2.11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Многие думают, что здесь Павел обвиняет Петра в лицемерии. Но это несправедливо. Ибо что, казалось бы, говорит против Петра, сделано и высказано с особой целью. Ибо Петр, находясь в Иерусалиме, допускал обрезания. Да и невозможно было вдруг отсечь их от закона. А пришедший в Антиохию, он ел вместе с язычниками. Когда же некоторые из иерусалимлян пришли в Антиохию, он стал избегать язычников, чтобы не соблазнить иерусалимлян. И вместе дать Павлу благовидный случай к обличению. По всему и Павел облечает, а и Петр переносит. Ибо таким образом легче могли переменить в свой образ мысли ученики, когда учитель подвергался упрекам и молчит. Итак, это лично противостал было только видимостью, так как, если бы борьба была действительная, они не стали бы при учениках обвинять друг друга, потому что подвергли бы их большему соблазну. Большому. Большому соблазну. А теперь, видимо, внешнее противоборство служило к исправлению учеников. Ибо и Петр нисколько не противоречит. Ясно, что он соглашался с этим возражением Павла, потому что он подвергался нареканию. Не сказал от меня, а просто от других, которые не знали, что делалось с добрым намерением. И считали лицемерием то, что в отсутствии иерусалимлян он ел вместе с язычниками. А когда они пришли, уклонился. А некоторые так понимали. Петр еще прежде подвергался нареканию, говорит Павел, потому что ел вместе с Корнилием. Потому и теперь уклонился, боясь подвергнуться новым нареканиям. И когда он уклонился, я противостал ему. Галатам 2.12 И что он еще делал? Ничего не делал. Просто за стол не садился и все. И Павел противостал ему. Лицемеришь. Как не объясняю, но в Писании говорит так, лицемерили они. Галатам 2.12 Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Толкование. Указывает и причину этого обличения. Иаков же был брат Господень, учивший в Иерусалиме, как епископ их. Вот он-то и послал некоторых из заудеев, уже уверовавших, но еще придерживавшихся закона. И они отправились в Антиохию. Увидев их и боясь не за свою безопасность, а за то, чтобы они, соблазнившись, не отпали от веры, Петр стал уклоняться от сношений с язычниками. Некоторые же, не зная этой причины, стали осуждать его. Не заедай окончание, осуждать его, четко произноси. В конце голос меняется, и сколько раз говорил, уже замечание нам делать начинает. Кто? Так, слушай внимательно. Не надо выискивать, кто. Я тебе говорю. Почему Никита говорит, сидит и считает с полусонной. Сегодня только скинули. Люди-то чувствуют, интонация голоса и прочее. Ну, посмотрим. В конце четко и ясно произносить, придерживавшихся. Вот она, как идет, придерживавшихся. Это мы теряем одну секунду. Галатам 2.13 Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Толкование. Называет это дело лицемерием, потому что не желает открыть намерения Петра, а также и ради сильно приверженных к закону, чтобы с корня вырвать их пристрастие к закону. А прочими иудеями он называет уверовавших из иудеев в Антиохии, которые и сами сторонились необрезанных. Галатам 2.14 Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Толкование. Но не смущайся этими словами. Небосуждение Петра говорит. Он это, а ради тех, которые могли получить пользу, услышав, что и Петр подвергся обличению за приверженность к закону. Зачем же вам-то его держаться? Ибо с той целью он и обличал его тогда перед всеми, чтобы они устрашились, слыша, что столь великий человек подвергается порицанию и не может возразить. Евсевий же говорит, что подвергся обличением со стороны Павла не великий Петр, а другой какой-то кифа. И в подтверждение этого указывает на невозможность, чтобы тот, который уже прежде защитил себя по поводу произведенного им соблазна разделением трапезы с Корнилием, снова мог подвергнуться такому обличению. Ну и мы не говорим, что Петр подвергся порицанию от Павла за незнание своего долга, а что он добровольно подчинился осуждению. Да бы и другие справились. Только что не взывают ко всем Павел, подражайте учителю вашему, ведь вот ведь он иудей, а вкушал пищу вместе с язычниками. И заметь, он не обвиняет его. Ты худо делаешь, соблюдая закон, но обличает за собственных учеников из язычников, что он принуждает их обрезываться и жить по-иудейски. Ибо в таком виде слово это удобнее могло быть принято. Галатам 2.15 Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Полкование. По природе, то есть не празелиты, а родившиеся от отцов иудеев и воспитанные в законе. Но мы оставили привычный образ жизни и прибегли к вере во Христа. Галатам 2.16 Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Толкование. Что оно даже опасно, потому что отчуждает от Христа. Галатам 2.17 Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Толкование. Мы старались обрести, говорит он, оправдание во Христе, оставив закон. Как же вы говорите, что грешно оставлять закон? Ведь выходит, что в такой грех ввел нас Христос. Так ради Него мы оставили все законное. Таким образом, Христос, как вы говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для нас виновником большего осуждения тем, что убедил нас отступить от закона. Доведя речь до нелепости, Он не имел уже нужды в подтверждении, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда Он делал в предметах вообще спорных. Галатам 2.18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Толкование. Заметь его мудрость. Они говорили, что нарушающий закон есть преступник, а он напротив показывает, что соблюдающий его есть преступник, идущий не только против веры, но и против самого закона. Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его. Впереди он укажет на это, а теперь пока говорит, что закон пристал. И это мы засвидетельствовали тем, что разрушили его, отступив от него. Итак, если бы вы, если бы стали мы усиливаться, восстановить его, то оказались вы преступниками, восстановляя то, что разрушено Богом. Галатам 2.19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Христу. Толкование. Объясняет, каким образом он оставил закон. И говорит, посредством закона благодати и Евангелия я умер для закона Моисеева. Или умер, говорит он, для закона посредством закона, то есть сам закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведший меня ко Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Поэтому, если я опять стану соблюдать его, опять нарушу его. Или же таким образом, закон повелевал неисполняющего его предписаний наказывать и убивать. А так как он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему, да не повелевает он мной, как уже умершим и душевно, потому что согрешил, не будучи в состоянии исполнять дел закона. И телесно, поскольку это зависело от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который умертвил меня? Чтобы кто-нибудь не сказал, как же ты живешь, когда умер. Он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос, обречивший меня мертвым, оживил меня мысленно сораспявшегося ему и умершего с ним через крещение. Сугубое чудо оживотворил мертвого и оживотворил через смерть. Галатам 2.20 И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Предавшего. Толкование. Словами я сораспялся Христу, указал на крещение, а словами уже не я живу, но жизнь после сего, через которую умирает наше тело, но живет во мне Христос. То есть, в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас, управляя и господствуя. И наша воля умерла, оживет его и управляет нашей жизнью. Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для закона, то я не могу ничего соблюдать из закона. То, что я сказал, сказал о духовной жизни. Но и о чувственную жизнь ты найдешь во мне, сущую от Христа. Ибо и закон, нарушаемый всех, подверг греху и наказанию, и ничто не препятствовало, как во времена потопа, всем погибнуть, как преступникам. Но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своей смертью. Так что и это самое, жизнь чувственную и плотскую, мы имеем через веру во Христа. Веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения. Хотя он за всех предал себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего освободил нас Христос, и что даровал, и возгоревшись любовью, общей приписывает себе. Как и пророки говорят, Боже, Боже мой. А мисс система показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы он умер ради него одного. Но воспользовались этими благодеяниями только те, которые уверовали в него. Так что держащийся от закона показывает, что Христос не умер для него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя бесполезной для тебя смерть Господа. И заметь выражение предавшего себя ради Ариан. Галатам 2.21 Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Толкование. После этих рассуждений он, наконец, заявляет, я не отвергаю дара Христова, которым он меня сподобил, оправдав меня без дел смерти своей и не прибегая к закону. Ибо если, говорит он, закон в состоянии спасать и оправдывать, то Христос совершенно напрасно умер. Но он без сомнения умер для того, чтобы спасти нас своей смертью, чего закон не в силах сделать. А если закон спасает излишняя смерть Христова, видишь ли, к чему и ведет такая хула. Галатам 3 глава 1 стих. О несмысленные галаты, кто прельстил вас, не покоряться истине, у вас, у которых перед глазами преднащертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. 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 Толкование. Показав сначала, что он, апостол, не от людей и не через людей, и выставив себя достойным доверия, говорит за тем с большей властью, намереваясь сравнить веру и закон. Он называет галатов неразумными, нисколько не нарушая тем закона Христова, а напротив, вполне соблюдая его. Матфей 5.22. Так как обвиняется не тот, который прямо называет брата своего глупым, а тот, который напрасно. Галаты же вполне справедливо названы несмысленными. Так как оставались бесчувственными таким благом, и делали бесполезной смерть Христову. И заметь, после доказательств он приступает к порицанию, и сейчас же прекращает его. Ибо не сказал, кто вас обманул, но кто прельстил, кто позавидовал. Сим, показывая, что они вначале совершали дела, достойные зависти. Показывая также, что те, которые склоняют их к тому, действуют не по заботливости о них, и не для восполнения недостатков, а для разрушения уже существующего. Ибо такова зависть. И это говорит не потому, чтобы зависть сама по себе имела силу вредить, а потому, что учащиеся ему по зависти пришли к этому. Но он распят в Иерусалиме. Как же он говорит, что умер пред глазами у вас? Потому, что они очами веры видели крест гораздо яснее, чем те, которые тогда присутствовали и видели его. Ибо между тем, как многие из тех, которые видели телесно, не извлекали для себя никакой пользы, они же, не видев глазами, посредством веры очень ясно видели. Итак, Христос был предначертан, то есть живо изображен через проповедь, но вы, уверовав проповедь, видели его как присутствующего. Это и похвала им, и укор. Похвала потому, что они приняли это с такой полной уверенностью, а порицание потому, что оставили того, которого видели обнаженным, распятым и умирающим, и обратились к закону. Заметь, как он, оставив все, говорит об одном кресте Христова. Комментарий Игнатия Лапкина. Каким необычным словосочетанием пользуется великий архиепископ Феофилакт? Ты все время закрываешь платочком, и рот плохо слышишь, а отложи его. Половину времени на нос употребляешь. Не надо это делать. Чуть подтер и все на этом. Это не чтение, это смех какой-то. Каким необычным словосочетанием пользуется великий архиепископ Феофилакт? В Священном Писании неоднократно повторяются слова «уверовать во Христа». И ни разу не встречается словосочетание «уверовать в проповедь». Чудный толкователь не делает никакого различия между Евангелием и Христом. И все это соединяет в проповеди. Проповедь – это показатель любви ко Христу и к Евангелию. Неужели русские святые не читали эти слова Феофилакта? Почему они их не выделили? Не постарались оживить, внедрить сознание людей? Народовольцы, атеисты и большевики очень хорошо поняли это и заняли сознание человека и сердце его своими идеями. И все сектанты, имеющие в руках Евангелие, тоже прекрасно поняли это. А до православных эта мысль «уверовать в проповедь» не доходит и ныне. И если дальше будет продолжаться тоже пренебрежение к проповеди, то это означает только одно, что Бог решил полностью истребить оязыченное, опоганенное православие, ставшее лжеправославием. Бог не желает смерти грешника и посылает своих вестников, ангелов и посланников апостолов. Каждое новое издание, толкование блаженного Феофилакта, каждая новая книга его – это грозные посланники Божии. «Уверовать в проповедь». В нашем издании мы выделили это место, чтобы читающий сразу же зацепился за эти слова глазами. Если после этого не примут в сердце это толкование и будут также ставить на первое место богослужение и требы, а не проповедь, тогда выслушайте ответ Божий через пророка. Что нас за это ожидает? Второй паралипоменон 25.16 «И перестал пророк, сказав, «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Итак, обрядоверы, приверженцы и защитники мертвой религии, уверуйте в проповедь». «Все». Kensington